База авиационной и наземной охраны лесов Югры готовится к пожароопасному сезону. Инструкторы и парашютисты-десантники участвуют в методических сборах и воздушных тренировках. Зачеты экзамены сдают на нескольких профессиональных площадках в Красноярском крае и в Курганской области. Материал наших коллег. Сначала теоретическая подготовка. После каждый сотрудник должен совершить по 12 прыжков с парашюта. Всего три группы, в общей сложности 160 человек. Прыжки совершают самолета Ан-2 с 1000 и 1200 метров. В небе специалисты отрабатывают определенные задачи. Разворот на 360 градусов, приземление в заданную точку. То, что мы сейчас делаем, это доставка, стушение и бездушного пожара. На лес, на оболочистые места. В основном у нас на лес, на производстве. За приземлением парашютистов следят инструкторы парашютно-пожарной группы. Связь с летчиком-наблюдателем, то есть он нам говорит, сколько людей на борту, поскольку человек выходит за один выход самолета. Всего мы эту информацию слежим и общаемся с бортом, с летчиком-наблюдателем. Илья продолжает династию пожарных парашютистов. Его отец в пожарной службе авиалесоохраны работал 30 лет. Теперь пришла его очередь. Мы работаем в экстремальных условиях. В принципе, у меня только был один особый случай – это приземление на лесу. Больше так ничего опасного особо не было. Николай военную службу в армии прошел в ВДВ. Во время службы больше всего нравилось прыгать с парашютом. После десанта пошел работать в авиалесоохрану. В пожарной службе уже 20 лет. В ЗОС у нас конкретно тушение лесного пожара, его восстановлением лесов занимаемся, охраной защиты. И в зимний период времени готовимся. Также у нас проводят тренировки по парашютной подготовке, по десантной подготовке и другие мероприятия. Работа пожарного парашютиста опасна и требует особой подготовки. Сотрудники Ханты-Мансийской авиабазы отрабатывают навыки десантирования в летном центре Лаговушка. С 2015 года они ежегодно приезжают сюда повышать и подтверждать свою квалификацию парашютистов-пожарных.